Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся в том, что вы написали. Значит, ну во-первых, может быть вам и нужно пить лекарства, я этого не знаю, потому что не врач. Вот, лекарства вам могут назначить только врачи, те, кто имеет, собственно, право выписывать какие-либо препараты и лекарства. Вот, мы здесь, поскольку не являемся врачами, в прямом таком смысле этого слова, да, хоть и лечим мы душу человека, считается так, по крайней мере. Вот, хоть мы не являемся врачами, но все равно мы не можем выписывать лекарства, поэтому насчет препаратов лекарства вам обращаться нужно, ну, явно не к нам. Пройдите обследование, да, соответственно, обследование врачей, вот, и вам, соответственно, нужна наша, да, препарат, если, собственно говоря, к этому будут какие-то показания. Ну, вот, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения психологии, я бы, наверное, сказал, что у вас есть что-то похожее на аутоагрессию. Что-то вот ваше, что вы в крови, что ваша оболочка пробита и так далее. То есть, может быть, может быть, рождение ребенка вас так травмировало, то есть, именно роды. Вот, может быть, конечно, здесь есть что-то еще, я не знаю, вот, но пока-то я вижу либо травму от родов, либо, соответственно, вот болезненность, это, значит, либо травма от родов, либо аутоагрессия, вот это вот, это то, что я вижу именно вот сейчас, исходя из того, что вы написали. Поскольку, вот, как вы видите, да, совершенно непонятно, что у вас, да, что именно с вами происходит, и возможности понять, в общем-то, нет, то сложно достаточно давать вам какие-то рекомендации в дальнейшие, потому что в разных случаях разные рекомендации могут быть даны. В разных случаях абсолютно разные рекомендации могут быть даны, вот, и не хотелось бы вводить вас в заблуждение. То есть, это может быть и родовая травма, и постродовая травма, и, соответственно, постродовая депрессия, либо это может быть именно аутоагрессия, связанная с тем, допустим, допустим, что вы больше не чувствуете себя самостоятельной, чувствуете себя мамой, которая, соответственно, ну, должна, должна вот что-то делать, к примеру, для своего ребёнка, да, и которая, допустим, себе больше не принадлежит, вот. Такое тоже может быть, и может быть такое вполне, вот, но является ли это фактом, да, вот это на самом деле скорее непонятно, чем понятно, вот, поэтому тут, конечно, нужно исследовать и смотреть. Ну, а что, других, других вариантов, эээ, тут на самом деле нет, и быть не может, никак. При, при всём желании, других, других вариантов, эээ, просто-напросто нет. Эээ, то есть я надеюсь, что этот момент вы понимаете, да, то, что вы злитесь, эээ, то, что вы, ээээ, чувствуете агрессию, да, то, что вы испытываете, вот, негатив, ээээ, какой-то, ну, вот, ну, это, опять же, ээээ, реакция. Может быть, вы не чувствуете себя в безопасности, может быть, вы не чувствуете себя в безопасности, а может быть, ээээ, здесь есть, ээээ, что-то, что-то ещё, вот. Может быть, вы не уверены, допустим, в себе, ээээ, из-за ребёнка, вы в себе не уверены, ээээ, и, боитесь, что ребёнок будет важнее, например, чем вы. Сады. Вот. Такая история тоже может быть, мне кажется, что, ээээ, её нельзя, ээээ, списывать с счетов. Вот. То есть, что-то изменилось, да, в вашем психологическом состоянии. Вот. И вы, ээээ, почему-то, хотите это подавить лекарственными средствами. Ну, вот. Но, лекарственные средства ваши проблемы не решат, к сожалению. Поэтому, обратитесь к себе, вот, к своим чувствам. Ээээ, возможно, вы слишком много стали уделять внимание своему ребёнку. Вот. Ну, то есть, это именно, вот, что возможно. Не говорю, что это обязательно так. Ну, возможно, что вы стали уделять слишком много внимания ребёнку. Вот. Возможно, все возможно, что ребёнок отнимает у вас ваше время, и вы не чувствуете себя, принадлежащей ему, ээээ, принадлежащей себе. Вот. В таком случае, конечно, надо бы от ребёнка немножко отдалиться. Вот. В таком случае, нужно, конечно, эээ, больше обратить внимание на себя, на то, чего хотите вы. Вот. И ребёнка, собственно, перенаправить там. Родным, а самой, все-таки, больше, ну, больше внимания уделять себе, себе. Вот. То есть, я понимаю, что это такие очень общие, эээ, ответы на общие рекомендации, но, опять же, вам нужно понять тоже, что, эээ, информации у нас, а у вас, ээээ, нет. На самом деле, эээ, нет. И это очень ограничивает, очень ограничивает возможность, эээ, возможности, эээ, вам помочь, ээээ, к сожалению, очень сильно ограничивает. И, эээ, основная мотивация, основной мотиватор, это, чтобы вы, ээээ, дали, условно говоря, ээээ, какую-то, ну, какую-то обратную связь нам. Вот. Чтобы мы могли уже, исходя из этой обратной, ээээ, связи, да, вам помочь. То есть, тут идея, вот, она, в принципе, не хитрая. Эта идея, вот, пока, на мой взгляд, это, что, что здесь, вам можно порекомендовать, дабы не, ээээ, скатываться, эээ, в какие-то, абстрактные рекомендации, вот, ээээ, и, ээээ, и, не заниматься дик, диким психоаналиком, вот. Ээээ, посмотрите на свою семью, обязательно на свою семью посмотрите, на, ээээ, своего мужа, ээээ, вот, как он себя ведёт с вами, как он, ээээ, как у вас складываются отношения с ним, ээээ, вот, вполне возможно, что там, тоже есть какие-то, ээээ, трудно, трудности, вот, а, и, соответственно, после этого уже, уже работать, ээээ, в конкретном направлении, вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку Будрата Ночь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.